19 октября свой профессиональный праздник отмечают криминалисты Следственного комитета России. Образование этой памятной даты уходит корнями в 1954 год. Именно тогда генеральный прокурор СССР издал указания о работе прокурора-криминалиста. Сегодня без экспертов криминалистического центра не обходится расследование практически ни одного преступления. И благодаря их грамотной работе раскрываемость тяжких деяний в текущем году достигла 100%. Почти за 70-летнюю историю криминалистической службы на вооружении у ее специалистов появилось множество различных приборов и гаджетов. Подразделение криминалистов регионального следкома оснащено самой современной техникой. Комплексы по сбору и анализу цифровых данных, нелинейный локатор, металлоискатели и цианокрылатная камера. Это лишь немногое из перечня необходимого. Выезжая на место происшествия, у каждого следователя-криминалиста, как и у обычного следователя, есть следственный чемодан, так называемый. Который полностью укомплектован предметами, необходимыми для производства осмотра места происшествия. Вот можете здесь для примера наблюдать. Соответственно, маркировка следов преступления. Тут содержатся материалы для их изъятия, для обнаружения. Где-то что-то нужно отрезать, отпилить. Если, например, у нас имеется след на какой-то поверхности, которую можно изъять без причинения большого ущерба, то это дело вырезается специальными пилочками, ножовочками. Основное направление деятельности криминалистов – практическая и методическая помощь следователям при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. На месте происшествия специалисты ведут сбор данных, фиксируют и изымают мельчайшие улики, оставленные преступниками. Широкое распространение также получило использование полиграфных устройств, так называемого детектора лжи при раскрытии преступлений. Результаты исследований позволяют в большинстве случаев следователям получить более полную информацию про следуемым уголовным делам, подтвердить, уточнить, либо опровергнуть ранее полученную информацию. Кроме того, применение современных технико-криминалистических средств позволяет раскрывать преступления прошлых лет, то есть те преступления, которые не были раскрыты в предыдущие годы. И это позволяет реализовывать один из важнейших принципов уголовного законодательства – неотвратимость наказания. Расследование таких дел – это одно из приоритетных направлений деятельности криминалистов. К слову, в этом году они вместе с оперативными службами раскрыли 18 уголовных дел о 25 тяжких деяниях прошлых лет, которые были совершены с 1982 по 2006 годы. Такая кропотливая и непростая работа лежит на плечах 10 сотрудников отдела криминалистики, которые, в свою очередь, еще и обучают молодых специалистов. В управлении для этого создан отдельный учебный класс. Такое взаимодействие помогает подготавливать молодых сотрудников к самым непростым задачам. Анастасия Целегина, Александр Овчинников, Народные новости.